решила сделать вот такое дело сейчас вам покажу хочу делать вафли но как бы денег сейчас купить на вафельницу на бутербродницу нет посмотрела хорошая 2000 гривен покупать надо все вместе называется мастер как-то забыла в общем как называется общем полезла я в сарай и нашла я свою старую вафельницу конечно вид очень был непрезентабельный но я вот ее отмыла вот таким вот средством видите хочу ее посушить буду делать вафли вафельницы дорогие вот электрическая тяжеленная такая вот единственный недостаток что она уже прожавела лет ей наверное 30 муж меня ругает говорит не купи себе современное что было три в одном 4 в чтобы бутерброды и вафли сейчас из-за ремонта нет такой возможности покупать поэтому я решила такую вот вафельницу привести в порядок как вы мне скажете есть у кого-то такая вафельница тяжелая но хотя бы здесь все остальное понимаете здесь вот нет сплавов никаких это алюминий или не ржавейка алюминий попробуй печь вафли потому что вафли которые покупаю не действительно вредная там куча химических добавок ну на маруся пришла куда я туда и маруся дама русенька кот он спит так многие переживают люди и пишут мне постоянно что вы зря тут высаживаете цветы возле дома будет у вас мокро будет грибок вы знаете святые здесь высаживаю 20 лет грибка никакого нет потому что у нас дом находится на песке у нас все песчаная поэтому я не волнуйся тут будет мокро тут всегда растут цветы никакого как бы отрицательного эффекта с этим нет так что не переживайте вот уже какой у нас дом получился еще раз будем красить цвет конечно вы не увидите настоящий на самом деле цвет темнее получилось мне кажется очень хорошо и даже не ожидала что будет так хорошо но еще самое главное это делать вот эти вот колонны сделать мозаика мозаику мы тоже никогда не ложили но посмотрим пока что мне все нравится еще надо подоконники купить новое но это как бы не сейчас надо сначала пока хорошая погода разобраться с мозаикой привет нам приехал серёжа наш любимый взять и так чтобы сделать вафли нам понадобится 4 яйца их не потребуется взбивать просто хорошо размешивать я беру пол стакана сахара пакетик ванильного сахара мешать нужно до тех пор пока сахар растворится дальше я вливаю сюда 200 граммов растопленного масла масло не должно быть горячим иначе смесь свернется я постепенно добавляю и сразу вмешиваю теперь буду просеивать стакан муки на сито сразу добавляю сюда на 4 яйца 4 столовые ложки без верха крахмала это может быть любой крахмал кукурузный у меня это картофельный на каждое яйцо по 1 ложке у меня 4 яйца 4 ложки и хорошенько все вымешиваю тесто должно получиться как на густые оладьи и вот такой вот теперь я ставлю тесто пока будет нагреваться у меня вафельница путь немножко постоит так вафельницы я включил она нагрелась теперь я хочу ее смазать я ее помыла здесь была вода буду пришлось выпарить накладывать нужно немножко не полную ложку и лучше использовать две ложечки тогда удобнее можно подсматривать пару минуток и вафли готовы какие получаются трубочки какие рекомендации я могу дать во первых накладывать надо немножко пол чайной ложки вафли должны быть тонкие и хорошо зажаренные видите с двух сторон не нужно держать вот так вот как рекомендуют потому что течет масло мне не нравится когда течет масло не люблю во первых потерь во вторых мне не нравится что придется мыть и стул и вафельницу видите я аккуратно жарила они вафли должны быть достаточно зажаренные а заворачивать их удобно вот так вот сразу одним движением не крутите в трубочку вот иначе они лопнут накладывать нужно небольшое количество примерно пол столовой ложки иначе будет масло течь а так вполне достаточно и не нужно держать вот прижали она сама прижалась не жарится себе ничего нигде не течет если прижимать будет течь можно вот так подглядывать если есть место можно прижать но держать не обязательно рецепт я оставлю в описании под видео так же я его продублирую в инстаграм с одной стороны пожарили теперь другой вафли должны быть хорошенько зажарены когда они будут хрустящие хрустящие они еще потому что крахмал добавляются в тесто но вы можете не добавлять крахмал вот такая получается трубочка чем ее начинить я пока еще не придумала может быть вы дадите мне рецепт и чем вы найти и начиняете свои трубочки видите все здесь чисто нигде ничего не течет вот вафля готова теперь нужно одним движением ее раз и завернуть все нужно крутить тонкую трубочку вафля получается очень хрустящие ну вот трубочки мои уже готовы я бы хотела какую-то начинку сюда использовать но не сгущенку может быть у вас есть какие-то рецепты чтобы яблочное пюре было пол стакана сахара на порцию которую я вам указала вполне достаточно трубочки достаточно сладкие если бы я больше положила сахару было бы очень приторно а еще если учесть что допустим вот можно наполнить их сгущенкой с маслом то вообще будет очень сладко поэтому с сахаром главное не переборщить трубочки хрустящие вот видите их начинить легко мне очень понравилось это старая моя вафельница вытерла я ее просто бумажным полотенцем видите никаких следов жира нет но она еще не остыла поэтому я ее как следует не почистила мне кажется что по сравнению с современными я конечно современные не пробовала наверное какие-то дорогие вафельницы будут качественно выпекать трубочки но я почитала комментарии вот тех вафельниц которые стоят допустим 30 долларов то люди пишут в отзывах что очень неприятный запах масло горит здесь масло не горит запаха неприятного никакого нет жарится очень быстро очень легко и я вспомнила почему я 30 лет не пользовалась этой вафельницей первый раз когда я попробовала печь вафли я не угадала количество наполнения наверное положила больше чем надо масло у меня вытекало из этой вафельницы и я разочаровалась с ней а вот сейчас я приспособилась пол столовой ложки вполне достаточно на серединку и вафли будут отличная можно печь делать короче вафельница возвращается на круги своя у меня еще есть там сырая орешница я еще достану орешницу еще напеку вам орешков я уже буду со сгущенкой а здесь слишком трубочки такие получаются большие сюда сгущенки знаете сколько войдет поэтому я не очень бы хотела со сгущенкой сейчас экспериментировать и и Субтитры подогнал «Симон»